Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад. Продолжаю свою рубрику Аквариумистикой. И сегодня я бы вам хотел показать, вкратце рассказать про такую интересную, красивую аквариумную рыбку. Называется она Конго, Тетра Конго. Конго. Это такая достаточно, ребят, робкая рыбка, но невероятно красивая, на мой взгляд. Пожалуй, одна из самых роскошных хороциновых рыбок аквариумных. Тело очень яркое. Ну, яркое имеется ввиду по цветам, такие цвета интересные, люминцентных таких цветов. Плавнички чаще всего встречаются вуалевые. Вообще, Тетра Конго это очень достаточно мирная рыбка, стайная рыбка, которая может вырасти в аквариуме примерно до 8 см, может быть, максимум до 8,5 см. Для этих стайных рыбок нужен, конечно же, желательно большой аквариум, чтобы было свободного места побольше для плавания. Вот они у нас здесь, ребят, плавают. Так, здесь у нас кто еще? Здесь у нас с гурами еще. Ну, вот основная часть вот этих вот Конго, которых больше всего. Тут жемчужная, гурами у нас еще. Так, нож еще где-то черный у нас плавал. Ну, вот который вот больше всего рыбок. Это вот они у нас и есть, наши Конги. Для Конги лучше всего использовать, рекомендуют, мягкую воду. Ну, мягкую, конечно, вот, допустим, у нас в городе Новосибирске вода из-под крана, которая отстояна, вполне для них подходит. Они живут и достаточно себя комфортно чувствуют. Это если какое-то разведение, то тогда разводить собираетесь, то тогда, конечно, желательно воду помягче делать. Точные показатели не скажу, какие. Уютнее всего себя они чувствуют в аквариуме с неярким светом и рекомендуют плавающие растения. Допустим, если у вас сильно яркий свет, можно плавающие растения посадить, чтобы свет был не таким ярким. Тогда они себя будут чувствовать намного комфортнее. При таком освещении и окрас их выгоднее всего смотрится. Конга довольно пугливые рыбки. То есть, не нужно ни в коем... Да и вообще для большинства аквариумных рыб не нужно стучать по стеклу. Но большинству рыбок это не нравится. А тетриконги в особенности. Живут они при хорошем уходе. Содержание в районе от 3 до 5 лет. Также еще забыл отметить то, что по размеру самцы до 8-8,5 см. И 6 см самки. Самки маленько поменьше в длину идут. Окрас достаточно интересный. Надеюсь, камера вам передаст. Вообще, конечно, стоит один раз увидеть, один раз, чтобы понять их неестественные. Ну вот, надеюсь, камера вам передаст ее красоту. У взрослых особей цвет словно, ну, не прям радуга. Но начиная переливание от голубого цвета на спине, золотого посередине и опять голубого у брюшки. Плавники чаще всего валивая на конце с белой окантовкой. Достаточно будет интересно. Здесь, в принципе, окантовочку маленько... Да, я думаю, смотрю на камере, вроде видно. Надеюсь, камера вам все передаст. Так как, ребят, рыбка достаточно мирная. Для нее нужно будет подбирать соседей с осторожностью. Не нужно никаких агрессивных подбирать. Также достаточно мирных и примерно такого же размера рыбок. По поводу корма, ребят, в природе конго в основном есть вообще насекомые. То есть, червей, личинки насекомых, водных, а также растительную пищу. В аквариуме кормить ее вообще не составляет особо никакого труда. Большинство кормов подходят. Это начиная от хлопьев, гранулы, живые, замороженные корма. Главное, чтобы рыбка их могла проглотить. Ну, из возможных проблем, что конго довольно робкие рыбки. И они бывают, что не успевают за быстрыми, бойкими, бойцовскими, такими шустрыми, в общем, соседями. А так, в принципе, проблем никаких нет с кормлением. По поводу, ребят, содержания в аквариуме. Конго успешно живет и даже размножается в аквариумах. Даже в 50-70 литров. Но рекомендуется, так как рыбка стайная. Рекомендую держать от 5-6 штук. А для стайки, конечно же, лучше аквариум. Может побольше, в районе 150-200 литров. Именно в стайке и просторе конго сможет полностью раскрыть, ребят, свою красоту. Вода для содержания лучше, чтобы была мягкая, с нейтральным или кислой реакцией, хорошим течением. Свет в аквариуме приглушенный. Лучше, чтобы на поверхности были плавающие растения. Важно, чтобы вода в аквариуме была чистая, регулярная. Подмена воды, ребят, раз в недельку, одну третью часть слили. Обязательно хорошая фильтрация. Когда подменим воду, так же сифоним, чистим грунт. Температура рекомендована от 23 до 28. Средняя примерно в районе 25-26. Такая средняя температура. Конечно же, в идеале лучше создать родной для нее биотоп. Это темный грунт. Обилие растений. Коряк. Единственное, ребят, по поводу растений. Растения рекомендуют либо плавающие какие-нибудь. Если какие-то, которые с корнями укорененные, то лучше использовать какие-нибудь жестколистые растения. Типа анубиса, эхинодоруса есть много разновидностей, которые листочек пожестче. А если какие-нибудь такие более нежные растения, либо побеги у нежных растений, конга может их, конечно, оборвать и подъедать. По половым различиям достаточно просто и легко определить. Самцы конги крупнее, более ярко окрашенные. У них более крупные плавники длинные. Самки помельче. Окрашены значительно меньше. Более такие бледные. Брюшко у них больше округлое. В целом, отличить ребят, в принципе, от взрослых, точнее, взрослых рыбок достаточно легко и просто. По поводу разведения, ребят, развести конгу непросто, но возможно. Отбирают самую яркую пару рыб и усиленно кормят живыми кормами в течение недельки, двух недель. На это время рыб лучше расселить в нерестевик. Нужно положить сетку на дно, так как родители могут поесть икру. Также нужно добавить растения в природе. Нерест происходит в зарослях растений. Вода должна быть слегка кислая и мягкая. Температура воды нужна, чтобы была средняя также 25-26 градусов. При такой температуре такая температура стимулирует нерест. Самец преследует самку до тех пор, пока не начинается нерест. В течение которого самка может отложить до 300 крупных икринок. Ну, это максимум, чаще всего 100-200 штучек икринок. Кто их считает, это примерно, конечно же. В течение первых 24-х часов большая часть икры может погибнуть от грибка. Ее нужно убирать, а воду добавить метиленовый синий, чтобы избежать дальнейшего грибка. Либо только икру увидели, сразу налили метиленовый синий. Полноценный малек появится примерно через 6 дней. Кормить его нужно инфузорией, а по мере роста артемия. Вот так вот. Ну вот, ребят, достаточно вкратце я вам рассказал про данную рыбку. Достаточно интересно, симпатично, мне она нравится. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Эта рубрика у меня будет обязательно продолжаться. Будет много интересных видео про аквариумных рыбок и не только. Так что подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч, до новых видео, ребят. Всем пока-пока.